Петелька к петельке, а еще нужно проверить, чтобы каждый такой кукольный носочек был без узелков. Скоро эти крохотные вещи, связанные с женщинами, отбывающими наказание за преступление небольшой и средней тяжести в Бийском исправцентре, обретут своих хозяев. До 17 ноября их отправят в отделение выхаживания перинатальных центров. Мы очень рады, что смогли поучаствовать в данной акции. Именно вязание для недоношенных детей, потому что это самые маленькие жители нашей планеты. Я считаю, что вязание – это важный элемент в воспитательной работе. Оно позволяет и сосредоточиться, подумать над какими-то вещами, помогает избавиться от вредных привычек. Подумать и правда есть о чем, но самые главные мысли все же связаны с детьми. С тем, что эти вещи будут поддерживать их жизни. Акцию «Дарить тепло» в Алтайском крае организовала руководитель клуба «28 петель» Наталья Розенгрин. Она сама является мамой недоношенного ребенка. Это терапевтические вещи. Шерстяные носки одевают детям, чтобы у них реже случалось апноэ. Шерстяные носочки помогают в выхаживании таких детей именно врачам. В некоторых больницах врачи до того, как мы начали вязать, сами вязали медсестры, ночные смены вязали. А теперь это делаем мы. В этой акции приняли участие шесть женщин Бисковоисправительного центра. Они занимались рукоделием в свободное от работы время. Передовиком в этом деле можно назвать Ольгу. Она связала больше всех носочков. И они согреют 30 крохотых ножек. Просто когда вяжешь носочки своих детей маленьких, вспоминаешь, что вот тоже были маленькие, такие же вязали. Ну как, отдаешь душу уже вроде, думаешь, пусть другим детям так же греют ножки. Тщательно к делу подошли и остальные вязальщицы. Татьяна сама призналась, что в этом деле более опытная. Еще в детстве она ходила в кружок. И теперь эти знания помогли не только ей, но и остальным. Так как женщина с удовольствием всем подсказывала, что и как лучше сделать. Я связала вот таких два пледика. Вот, маленьким деткам. Вязала, думала, как им будет тепло, как им будет уютненько. Ну то есть, маленько в голове себе рисовала картиночку. Какие там у них кроваточки, люлечки, в общем, все, чтобы там она не мешалась, не собиралась, ничего. Но я думаю, что они будут очень хорошо. Всего за две недели женщинам удалось связать порядка 25 пар носочков. Уже есть два пледика и третий на подходе. Все эти вещи накануне Дня недоношенного ребенка будут переданы больницам. И эти кукольные носочки согреют малышей. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий, Будни.